Микрокарт Live остался в принципе такой же, как он и был, что касается практичности и удобности. Это значит, основные секции выбора автомобиля, выбора запчастей и обработка заказов осталось как бы та же самая. И мы в первую очередь уделим внимание на поиск автомобилей, на точный поиск деталей и на добавление деталей в список заказов. И, конечно, все дополнительные функции, такие как, например, сохранить заказ или работать с данными клиента, передать детали в систему DMS, дилерскую систему и прочие дополнительные функции, которые в новом Микрократе сейчас присутствуют. Окей, тогда я потихонечку перейду вначале на нашу стартовую страницу. Целевая страница, для которой вы получили от нас доступ, вы, наверное, уже посмотрели на нее, работает следующим образом, что у вас есть как бы своя панель для управления, где вы можете, например, если у вас несколько пользователей, несколько лицензий, сами занести в отделе управления учетными записями дополнительного пользователя, например, сообщить ему порой, чтобы он также мог через страницу зайти в его собственный профиль и оттуда, например, запустить каталог Микрократ Live. Вы видите, что с левой стороны этого профиля находится секция новости, и здесь вам всегда актуализируют информацию, что, например, было добавлено или что произошло в вашем профиле, или какие новые опции или функции сейчас для вас доступны. И первое, что я думаю, будет интересно для вас, это посмотреть, как работает администрирование лицензий. Вы нажмете на эту ссылку, она вам покажет инструкцию, где шаг за шагом описано, что вам необходимо делать, например, чтобы зарегистрировать дополнительного пользователя. Но я думаю, уже, наверное, некоторые из вас сами попробовали здесь пару ссылок. Хотел также еще обратить внимание на то, что здесь присутствует инструмент для импортирования примечаний из старого Микрократа и Метаклиента, например, в новый. Это значит, если вы за период какого-то времени, скажем, последние 10 лет насобирали какую-то информацию, которую вы уже оптимально используете в сочетании с автомобилем или с частями, то вы можете этот файл просто сюда перегрузить, выберите марку Landroller, посмотрите, как это все делается. Там достаточно легко описано. Так что, думаю, и надеюсь, здесь у вас затруднений никаких больших не будет. Хорошо? Тогда давайте запустим наш Микрократ Live Landroller. Происходит это с помощью кнопки «Пуск». Вы видите, она находится здесь в правом верхнем углу. Над этим также находится возможность поменять язык, если до сих пор у вас стоит, например, английский. У меня вот переключен русский язык. Окей, я нажимаю на «Пуск», и сейчас появится страничка, в которой я уже буду работать с каталогом Микрократ Live. Оставлено полное изображение. И, как уже было указано в программе, покажу вам все вот эти основные функции. Хотел коротко вообще сказать, что такое Микрократ Live. Микрократ Live является высокотехнологичным онлайн-решением для заказа деталей, который дает вам возможность производить более частые обновления. Согласно циклу обработки данных вашего дистрибьютора, это, следовательно, не требует никаких тонглов, никакой инсталляции локально. Значит, вам не нужно больше концентрироваться на поддержку программы и ухаживать за ней, чтобы она работала, или если она выходит из строя. Это все теперь как бы находится в интернете, и что дает вам возможность просто сконцентрироваться на продажу самих запчастей. И плюс к тому же, Микрократ Live стал гораздо интуитивнее, где вы можете очень легко и просто навигировать и производить, например, поиск деталей, поиск автомобилей, переносить данные в свою дилерскую систему и так далее. Хорошо, я вам покажу, как происходит в Крайце и как происходит вообще сам поиск. Я выберу ВИН автомобиля. Он загрузит информацию всю по автомобилю. Выберу на правом экране мне нужную секцию. Выберу запчасть и нажму просто заказать. После этого в отделе заказы у меня эта уже запчасть будет присутствовать, которую я могу теперь или переслать, или оформить, например, как расценку на клиента, занести данные клиента и так далее. Я перейду опять на главную страницу и покажу, как все это работает досконально. Что начнем? Начнем, как всегда, с поиска автомобиля. Вы, наверное, сами уже знаете еще из старого Микрократа, что самый эффективный метод поиска автомобиля – это поиск при использовании индивидуализационного номера автомобиля ВИН. То, что я, например, и делаю сейчас. Сейчас он у меня подогружает всю информацию касательно этого автомобиля. Я могу посмотреть основные характеристики – двигатель, коробку передач и так далее. Могу посмотреть также дополнительные характеристики. В этой секции их уже немного больше, что мне еще дает возможность прокрутить, досмотреть вниз. А также для таких дополнений, как спецкоды. Что теперь нового в Микрократ Live? Вы видите ниже несколько кнопок, которые позволяют еще дополнительно работать с этой информацией. И, например, в следующий раз, когда приходит тот же самый клиент с этим автомобилем, за которым держится этот номер ВИН, я могу уже задавать не сам номер ВИН, а сохранить, например, у себя этого клиента в отделе, в окошке метка клиентов, например, под его фамилией. В этом случае я использую просто фамилию Петров. Напишу «Сохранить». Произойдет сохранение в базе данных салон «Микрократ Live», где неограниченное место, сколько вы будете, например, заносить сюда или сохранять клиентов. И в следующий раз, когда я уже буду искать этот автомобиль, мне не нужно будет забивать опять весь номер. Я могу просто написать фамилию и искать уже этот автомобиль по метке клиента. Это очень удобно, потому что это, во-первых, гарантирует, что информация про автомобилю следит за этим клиентом. Я могу также после посмотреть историю, какие работы, например, для него были, что опять помогает избежать какие-либо ошибки. Хорошо. Что еще здесь можно увидеть? Вы видите, здесь есть функция «Добавить примечания к ВИН-коду». Допустим, вы хотите, чтобы у этого клиента была какая-либо информация, которую нужно видеть, например, в последующем разу, не только вам, но и вашим сотрудникам, потому что вы в самом каталоге делите одну и ту же базу данных. И в этом случае, допустим, сейчас зима, я напишу какое-нибудь примечание к этому ВИН-коду, например, что он хочет заказать или идет с автомобилем багажная полка. нажимаю «Отправить» и после этого, когда я уже эту операцию произвожу, у меня появляется справа ВИН-номер, значок, флажок, который показывает, окей, здесь есть примечание к этому ВИН-коду. Если же я хочу вообще ко всему каталогу, это значит независимо от номеров ВИН, но для вот этой модели, то, допустим, я могу также оставить и для самого каталога такое же примечание. В этом случае я выбираю опять Range Rover Evoque, загружаю его информацию и могу таким же образом добавить примечание к каталогу, скажем, держатель выш, таким же образом отправить, после этого у меня уже с другой стороны, возле самой картинки появляется сам флажок, который говорит, окей, для этой модели, то есть для каталога у меня есть какое-то примечание. Вы это видите также, когда ваш индекс автомобилей справа показывает, что здесь отражается также вот этот флажок. Если вы хотите, например, стереть или изменить такое примечание, то вы просто нажимаете на сам флажок. После этого выходит желтое окошко, примечание к каталогу, нажимаете на «Изменить», вы можете его или удалить, или изменить, и так далее, и после этого такое примечание уже исчезнет. Таким же образом вы можете зайти и в вашу базу, где вы сохраняете метки клиентов, сказать, окей, что вы хотите, например, убрать со списка, или, например, обработать, что вся эта информация хранится в самом каталоге. Окей. После я вам теперь покажу, как производится поиск автомобиля, если у вас, например, нет ВИ-номера. Это тоже уже всем известно. Вы помните, что вы можете или выбрать, например, по картинке сам автомобиль, и потом специфицировать его основные характеристики, или же вы можете обычным образом идти шаг за шагом. Скажем так, вы выбираете год, выбираете модель, скажем, я возьму Range Rover Sport. в следующем появляется информация об автомобиле, где вы также можете сузить характеристики, и этим самым обеспечить, что дальнейший выбор запчасти будет больше или более точно подходить, чтобы не делать, например, ошибок. Хорошо. Что теперь еще нам остается? Потому что я знаю, многие из вас, ориентируясь еще на старый микрокат, любят работать, например, с картинками, с индексом графическим, то также здесь и осталось, что вы выбираете на правой панели, вам нужен и необходимый автомобиль. Но если же вы, например, хотите непосредственно через функцию в окошке поиска выйти на правильный автомобиль, вы видите, что у каждого названия есть сокращение для каждой модели. Например, если я сейчас хочу выбрать Range Rover D4, то мне уже достаточно будет написать D4, и у меня этот автомобиль сразу же здесь отобразится. Во время того, когда я задаю какую-то операцию, то он у меня уже в ходе процесса поиска минимирует и сокращает уже сами результаты. Есть также и функция работать не только с изображением, но также есть отображение в текстовом виде. Если вы нажмете на кнопку справа вот этого поискового окошка, то вы увидите все мои модели, с которыми я могу сейчас продолжить работу, перечислены здесь. Флажок стоит там, где я поставил примечание к самому каталогу и так далее, и я могу таким же образом шаг за шагом продолжить мой поиск. Хорошо? Что еще возможно? Вы видите, что у нас в самом верхнем углу есть функция быстрой навигации. Вы если наведете туда свой курсор мышки, то вам также откроется окошко, которое вам покажет, что необходимо делать, например, чтобы вообще не идти, проходить все эти ступени, забивать вин, идти к автомобилю и так далее. Вы можете просто использовать последние восемь символов, перед этим поставить точку и после этого просто задать код товара и автоматически у меня подгрузится этот автомобиль, то есть ранчеровый ВОК и сразу перейдет в этот отдел, который я теперь могу подгрузить и посмотреть, о какой детали, например, идет речь. Это очень сильно помогает экономить время и вы автоматически можете переходить таким образом в нужную вам секцию каталога. Хорошо, теперь вернемся назад. Вы обратили внимание, что я использовал в окне быстрой навигации последние восемь символов номера ВИН. То же самое происходит и здесь. Если вы зададите в поисковом окошке последних восемь цифр при поиске автомобиля, нажмете на поиск, то вам также покажется и появится тот каталог, который вы ищите. Если же с таким окончанием несколько каталогов, то будет окошко, где вы можете выбрать все-таки вам нужный подходящий. Опять сориентировано на то, чтобы вы могли при работе с каталогом экономить время. Это еще не все. Здесь еще есть одна очень хорошая функция, я думаю, многим дилерам она понравится, чтобы напрямую, независимо от самого каталога, можете искать деталь по всем каталогам. В поисковом окошке вы видите в левом углу над графическим индексом автомобилей есть возможность искать сразу номер деталей, я выберу в этом случае LR 016885, нажимаю на поиск, то есть увеличительное стекло, и он мне сразу же показывает автомобили или каталоги, в которых эта деталь присутствует. Соответственно, я могу теперь выбирать этот каталог и продолжить свой поиск. хорошо, я не сообщил при начале демонстрации, что я хочу проводить также после каждой секции, после каждой части небольшой опрос, где вы можете интерактивно проголосовать и отдать ваш голос какому-нибудь ответу. После этого я проведу осмотр и скажу, кто из вас как понял и сколько было верных ответов или нет. Я думаю, по поводу поиска автомобиля эта часть закончена. Теперь разрешите мне задать вам вопросы и попробуйте ответить на них, как вы поняли. Вопрос следующий. Как выполнять поиск по частичному ВИН-коду? Нужно ввести последние 8 символов, нужно ввести звездочку и последние 8 символов, нужно ввести первые 5 символов или первые символы и звездочку. ВИН-коду. Окей. Большое спасибо. Я закрою. Давайте вместе посмотрим результаты. Да, большинство из вас, то есть 83% ответили правильно. Выполнить поиск по частичному ВИН-коду можно через последние 8 символов. Хорошо, потому что, я как уже вам показывал, можно задать и в окне быстрой навигации, или в обычном поиске последних 8 символов. Тогда мы можем перейти ко второй части и уже теперь подробно рассмотреть, как происходит поиск деталей. Для этого я выберу автомобиль EVOC, с которым я начал работать. Вы видите, два примечания у меня здесь. И теперь в правом углу, в окне поиск, у меня есть несколько инструментов, как я могу производить вообще поиск запасных частей. Останемся на самом простом методе, это поиск по описанию. Я выбираю эту форму и, например, я хочу найти пыльник. Необычное слово, задаю его в поисковом окошке, нажимаю на поиск, увеличительное стекло. после этого он мне показывает три результата, которые все называются по описанию пыльник. Соответственно, здесь не такая уж проблема, чтобы для меня понять, окей, о каком идет речь. Если же вы хотите, например, конкретнее получить результат, у микроката есть функция поиска по описанию не только, например, по одному слову, но и по описанию, используя, например, нескольких слов. Этим самым вы обеспечите, что вы уже конкретнее сможете получить какой-то результат. В этом случае я оставляю в окошке функцию искать по описанию в поисковом и здесь уже в этот раз выбираю не, например, не одно слово, зеркало, а задаю, например, я хочу найти тормозной диск. Нажимаю на поиск. Выводится сразу же результаты. В этом случае у меня два ответа. Если я нажимаю, например, на камеру, я могу перейти сразу к иллюстрации или сделать, например, сразу же здесь заказ. Но, окей, сейчас просто возьмем случай, где вы ищите не по описанию, а, например, вы хотите найти нужную вам деталь, используя товарный код или код товара. автомобиль. Я выбираю автомобиль. я выбираю код товара. Я выбираю Я выбираю код товара. произвести заказ. Но перед этим я хотел еще показать, что функция мультипоиска также присутствует и здесь. Например, если мне известно несколько кодов товара, то мне удобно также задать их сразу же и одновременно все в одном и том же окошке и этим самым сэкономить время. Смотрите, если я оставляю первый код товара, дополняю его остальными. Например, 16612 через пробел пишу следующий 16892 16700 16005 и нажимаю на увеличительное стекло, то вы видите немного запоздания, то вы видите, что он у меня отображает сразу все коды товара, соответственно, в моем списке присутствует вся информация, с которой я могу перейти, например, в изображение или поставить здесь галочку «забавить в заказ» или же, например, изменить здесь количество и так далее, или посмотреть цену, что вам необходимо. Удобно, экономит время и очень быстро. Хорошо? Вернемся назад к моему каталогу и теперь рассмотрим такой случай, где, например, присутствует деталь, которая дает неточные результаты, где присутствует много ответов. Я опять выбрал описание и возьмем такое название, как болт, потому что болтов очень много и, наверное, соответственно, и результатов будет достаточно много. вы видите, на окне после того, как я задал слово болт и провел поиск по описанию, мне показалось 167 результатов. Вы видите это в правом углу и теперь мне как бы было бы все равно интересно прийти к тому результату, который я, например, ищу. Я вам покажу, как это действует в этом окне. Я захожу в окно фильтра и, например, задаю слово шатуна. и во время того, когда я буду писать это слово, то он у меня будет сокращать и уменьшать все мои результаты, пока он не придет к правильному результату, который мне необходим. Например, я уже задал ш, пришел т, и уже, соответственно, с таким окончанием у меня только, например, один результат. Мой поиск закончен, я пришел туда, куда я хотел. Могу нажать, например, на камеру и перейти к иллюстрации и продолжить работу. Ок. Если мы посмотрим, что еще за возможности есть при поиске запчастей в колонке, то вы видите, здесь есть возможность поиска по описанию, здесь есть возможность поиска по номеру детали, коду товара, посмотреть, есть ли новые детали, есть ли обновления. Вот, допустим, вы хотите посмотреть обновление на эту деталь. Окей, Range Rover Evoque это достаточно новый автомобиль, но все равно я вам покажу сейчас пример, где это заметно. Я завожу номер AB606034, хочу посмотреть обновление, нажимаю на увеличительное стекло, у меня уже результат показывается, я жду, пока вы его сможете увидеть. Вот, теперь он доступен и вам, вы видите, что под этим номером, под винтом у меня как бы есть обновление, то есть заменяемая деталь, соответственно, я могу и посмотреть ее, или произвести заказ. хорошо? Я перейду на главную страничку, потому что хотел вам показать еще возможность сокращать результаты поиска. Допустим, вы работаете сейчас без виномера, работаете без описания, а используете, например, картинки. Шаг за шагом хотите, например, в данном случае для автомобиля Range Rover Sport заказать зеркало, допустим, потому что я знаю, что зеркало это тоже такое описание, где может быть очень много результатов, потому что они бывают разные, и хотел вам показать эту функцию. Я нажимаю на отдел зеркала, нажимаю на товарный код, и мне показывает список обнаруженных деталей, в котором присутствует 44 результата. Это до сих пор слишком много, чтобы знать конкретно окей. Это не то, что я еще и мне нужно сократить и уменьшить число вариантов. Для этого вы видите в правом углу этого окна есть кнопка уменьшить число вариантов. Если я на нее нажимаю, то опять же сделано интуитивно, что вы шаг за шагом можете, например, сократить количество. Например, я хочу без лампы подвески. Если я выбираю эту функцию, то уже у меня появляется 33 результата, а не 44. Следующий. Я хочу без электропривода выбираю эту функцию. Он мне уже показывает 17 результатов. Например, без функции запоминания. таким образом я уже получил 9 результатов. Или я могу вообще взять окно фильтра и этим самым добиться нужного мнения то, что я сам ищу. Окей. Я закрою это окошко, чтобы вы были в курсе. Теперь вы заметили, я все время каким-то образом оказываюсь на главной страничке, на первой страничке, делаю шаг назад, шаг вперед. Все это происходит следующим образом. при поиске у меня есть возможность использовать перейти на уровень вверх, это там, где я был. А еще есть в самом верху основные такие секции, которые я прохожу, пока я дохожу до самого результата. Вы видите, например, я был сейчас в автомобиле Range Rover Sport, после я зашел в кузов и лакокрасочное покрытие, затем я перешел в секцию заднего вида и сопутствующих элементов. И если мне, например, нужно быстро перейти в отдел до этого или вообще какой-то суботдел, который находится в главном отделе, то мне необходимо, не нужно сейчас шагать назад и потом опять вперед. Я могу просто перейти в методы вот этих навигационных путей, например, сейчас нажать на шасси и уже непосредственно оказаться в секции шасси этого автомобиля. Окей? после этого я вам коротко еще покажу подробнее уже опишу в следующем отделе как производится заказ. Вы видите, что у вас нарисовано в левом углу информация о деталях корзина. Если я тут ставлю галочку, то соответственно эти запчасти у меня заказываются. если же я например хочу заказать сам в другом окошке я могу нажать и поставить галочку здесь или же выбрать деталь и нажать просто перенести ее в листок разу используя функцию и кнопку заказать. Хорошо? Я перейду опять на главную страничку и проведу с вами теперь опрос по этой части то есть по секции поиска деталей. Пожалуйста также выберите правильный ответ и нажмите кнопку submit. Вопрос звучит следующим образом отображается ли информация о заменяемых деталях через значок камеры через указатель в графе OC или значок руки или значок удаления. Продолжение следует... Продолжение следует... окей мы посмотрим на результаты и честно говоря я хотел проверить этим вопросом сколько из вас уже более профессионально разбираются в самом каталоге. Я вижу, что здесь из вас уже очень много кто работал со старым каталогом, потому что 88% ответили на этот вопрос правильно. Значит указатель в графе OC. Разрешите мне еще раз отдельно показать вам, где это находится? окей так мы находимся сейчас опять в самом каталоге. Я зайду в секцию капот, так что это пока может быть у вас быть с небольшим запозданием, чтобы уже конкретно показать ответ на этот вопрос. Который вопрос, который я вам сейчас поставил, чтобы вы уже на примере могли увидеть, о чем шла речь, но как никак 88% ответили на это правильно. Вы видите, да? У меня на этом изображении показаны мои детали. Вы видите мои выноски, товарные коды, номер запчасти и колонка OC. И та деталь, которая у меня, например, имеет обновление или заменима. Она, во-первых, написана курсивом. Стоит значок Y. Если вы на него, соответственно, нажмете, вы можете посмотреть заменяемую часть. Так что ответ был правильный. Это находится под колонкой OC. Я вижу, что вы увидели изображение. Закрою его. Вернусь к моему каналу Range Rover Evoque. И перейду сейчас с вами к следующей части. Это работа с иллюстрациями. Я вам показал до этого, как происходит поиск запчастей, используя, например, описание, использование код товара. Как можно фильтровать результаты или сужать, сокращать. Например, их показал, как можно перейти к информации о детали. Теперь можно конкретнее рассмотреть, что происходит уже на самой картинке. Допустим, я вернусь в тот же самый отдел. Выберу кузов и лакокрасочное покрытие. Зайду в мой отдел капот и сопутствующие элементы. И объясню вам еще раз подробнее, как работать с самой иллюстрацией, как работать с информацией, как производить уже более точно заказ. Вы видите, что на левой стороне у меня информация, которая описывает, что нарисовано, например, на самой картинке. Это значит, что если я выбираю какую-то деталь здесь, то у меня, соответственно, отображается и на иллюстрации, что я, например, выбираю сейчас за строку в указателе иллюстрации, в самом тексте. Окей? Теперь, если рассмотрим саму картинку, вы видите, у меня слева находится тоже несколько функций. Самое первое, которое бросается в глаза, это вот этот столбик, которым я могу увеличивать или уменьшать изображение. Если же я хочу вернуться к исходному изображению, да, и запутался, что у меня, например, сейчас не все показывает, и я не уверен, есть ли ниже или нет, я могу просто нажать на вот этот значок 100%, и он автоматически мне показывает изображение, как оно было в оригинале. Вы видите, что справа у меня также есть возможность потянуть палку вниз, да, и посмотреть, окей, что там еще также скрываются детали. Некоторые это забывают, и чтобы не избежать какого-то недосмотра в этом случае, здесь есть дополнительные функции, например, показать и подогнать изображение под высоту страницы. Вы видите, это кнопка, которая находится над «Печатать». Окей, я на нее нажимаю, соответственно, у меня во всю высоту все, что находится, например, на этом изображении. Если же я, например, таким же образом хочу увидеть ширину все мое изображение, то тут есть вторая кнопка «Подогнать изображение под ширину страницы». Нажимаю ее, вы видите, что длина осталась до сих пор та же самая, значит, она как бы скручивается еще вниз, но ширина говорит о том, что никакая из них не выходит за границы моей картинки. Здесь также есть возможность отпечатать изображение или переслать его по электронной почте. Если вы нажмете на кнопку «Печатать», то у вас, соответственно, появляется отдельное окошко, которое показывает всю иллюстрацию со всей информацией. И у вас в этом окне дано также, в каком отделе оно находится, например, в кузове «Красочное покрытие». Вы можете включить список деталей, нажав сюда на него и поставив галочку, соответственно, при пересылке по электронной почте или при печатании у вас, соответственно, вся эта информация отобразится. Так что вы видите, с одного и того же окна, я не буду показывать, как оно отсылается, вы можете спробовать это у себя сами, но здесь есть две возможности – пересылать по электронной почте или отпечатать. Хорошо? Так что находится тоже в окне с изображением. Если же вы увеличили и хотите теперь действительно сами навигировать по рисунку, то я думаю, это тоже очень удобная функция – выбрать руку и рукой тянуть вверх-вниз, влево-вправо, соответственно, с размером изображения, насколько вы увеличили. Окей. Я верну опять на стопроцентное изображение. Открою. Вы видите, что у меня в моем каталоге здесь показываются только номера зеленого и синего цвета. Я знаю, что многие из вас еще любят и хотят работать с деталями, которые, например, не подходят к этому каталогу. Я у нас, конечно, настройки вам объясню немного позже, но здесь покажу, что эта функция «Отображать неприменимые запчасти» также есть. Сейчас открываю в настройках «Общие настройки» и в правом верхнем углу у меня есть функция «Отображать или скрывать неприменимые детали». Я ставлю галочку и после этого, вы видите, у меня на заднем фоне отображаются также и детали, которые не соответствуют. Если я эту галочку убираю, то у меня опять показывают только опциональные или детали, которые подходят. Я больше работаю в этом модусе. Вернулся опять к моему изображению и покажу вам сейчас, как можно производить заказ или добавлять какие-либо примечания. Чтобы уйти с этого модуса, двигать рукой, я опять же просто нажимаю на руку, вы видите, у меня появляется моя рабочая стрелка, и я продолжаю дальше навигировать по каталогу. Окей, допустим, я теперь хочу к этой иллюстрации добавить примечания. Вот все изображение, я знаю, что в следующий раз я или другой сотрудник, который пользуется той же самой базой данных вашего дилерского центра, хочет получить какую-то информацию, которую важно не забыть. Вы видите, у меня есть тут функция внизу флажка «Добавить примечания к этому разделу». Если я ее нажимаю, то я могу, соответственно, сказать, например… Вношу туда свой текст, говорю «Отправить». После этого, вы видите, мой значок загорается желтым цветом, и это значит, для вот этого отдела, для капота и сопутствующих элементов, у меня теперь здесь сохранено примечание. Я покажу, как это выглядит здесь. Вы видите, я сейчас опять же путями навигации поднялся на отсек выше, и самый последний подраздел в правом углу, у меня горит значок. Я открываю, могу навести на него мышку, прочитать и так далее. Или если вы же, например, хотите его удалить, то вы нажимаете на «Изменить». И здесь слева кнопка «Удалить». Я нажимаю на «Удалить». У меня сложок больше не горит желтым, значит, под этой иллюстрацией, под этим изображением у меня больше ничего нет. Здесь также есть возможность, например, оставлять примечание не только, например, всему разделу, всей иллюстрации, но и отдельной запчасти. В этом случае я нажимаю на запчасть, скажем, возьму эту запчасть, так как у нее, например, еще нету примечания. И у меня также в окошке внизу есть функция «Добавить примечание», то есть флажок. Я нажимаю на него, для примера ввожу сюда какой-нибудь текст, напишу что-нибудь, напишу «Отправлять». После этого, вы видите, если я выбираю его, то у меня, соответственно, в моем окне информации о деталях также показывается и этот значок, который я таким же образом могу или изменить, или же опять удалить. Это на ваше усмотрение. Теперь останемся в этом окошке информации о деталях и посмотрим, что еще здесь можно делать. Вы видели, я вам до этого показал, что если вы находитесь в текстовом окне, где перечислены все детали, вы можете поставить также галочку под карту. Зинкой, да, соответственно, она перенесет ее в список заказов, да, вы можете таким же образом нажать кнопку «Заказать», и эта деталь, да, эта выноска перейдет и будет уже находиться в вашем списке заказов. Там и здесь есть возможность менять количество, скажем, мне нужно три таких уплотнения. Я меняю количество и нажимаю, например, кнопку «Заказать». Окей. Или, как я уже говорил, вставить просто галочку здесь. Здесь еще есть очень интересная функция, думаю, если вам удобно работать с полной картинкой, вы видите сверху у меня, на картинке возле фильтрации результатов поиска, есть функция «Отобразить разделенный экран». То есть, вы видите, у меня сейчас весь мой текст и весь мой список, который отображается на иллюстрации, находится слева. Если я нажимаю вот эти две параллельные нарисованные палочки, то у меня, соответственно, текст прыгает вниз, который я могу мышкой потянуть и освободить, например, чтобы у меня было видно все изображение. Так, небольшая задержка, я жду, пока вы его увидите. Вот. Нажав на кнопку «Отобразить разделенный экран» по вертикали, я несу его мышкой вниз. Я вижу, у меня влево показывает, что иллюстрированы детали по изображению. У меня 26 результатов. Если я хочу опять восстановить эту информацию слева, допустим, я проработал, нашел мне все необходимое, я нажимаю опять на эту кнопку. И у меня изображение двигается направо, а слева появляется весь список деталей, то есть 26 результатов. Вы, наверное, тоже уже помните, в старом микрокате была функция заказа и выбора деталей петлей. Она у нас называется особо, она называется инструмент LASSO. Это значит, если я нажму, например, на экран левой мышкой и потяну ее в том размере изображения и детали, которые я планирую или хочу заказать, после того, как я отпускаю ее, у меня сразу же появляется дополнительная кнопка, которая говорит «Добавить в заказ». Если я нажимаю «Добавить в заказ», соответственно, у меня еще проверяет некоторую информацию, и все мои детали находятся теперь в списке заказа. Все, что я до этого заказал, у меня, соответственно, отображается другим цветом, в этом случае сиреневым, а все, что, например, я еще не заказал, оно также остается объединено с зеленым квадратиком. Если же вы хотите другим методом и по отдельности заказать запчасти, вам можно или правой мышкой нажать на этот номер и сказать «Заказать, например, одну» или «Заказать несколько». Эта функция также будет в старом микрокате. Вы также можете два раза нажать на деталь, или, как я уже говорил, вы видите, что в галочке у меня ставится слева, то же самое происходит здесь. Что происходит, если я нажимаю один раз, то это просто уже для точного и для уверенности высвечивается окно информации о деталях, где вам еще раз показывается номер детали, выноска, что это, где вы можете посмотреть, есть ли примечание, сколько оно стоит, и уже потом мануально, например, заказать, нажав на кнопку «Заказать». Но здесь я хотел еще обратить ваше внимание на особую функцию передачи вот этой детали в дилерскую систему DMS. Это значит, если она у вас настроена, вы видите, у меня в левом углу внизу горит зеленый значок, это значит, я подсоединю к своей дилерской системе, конечно, у меня она как бы симулирована, у вас она уже будет более профессиональная. И после того, как вы нажмете вот на эту кнопку «Передать деталь в систему DMS», то у вас, соответственно, например, эта деталь перейдет в ваш адресуемый отдел, в вашу дилерскую систему, где уже вам не надо мануально ни копировать, ни вставлять, ни переписывать, ни перезадать ее где-то вручную. Тогда, думаю, для этой части работы с изображением и с деталями подойду к концу и опять же задам вам сейчас вопрос, на который, пожалуйста, дайте ваши ответы. Хочу обратить еще внимание в этом вопросе, что у вас есть возможность выбрать несколько ответов. Вопрос следующий идет о том, как добавлять детали в список заказов. Вы видите, здесь несколько вариантов. Щелкнуть флажок в окне с результатами поиска, дважды щелкнуть выноску на иллюстрации, щелкнуть заказ в окне информации о деталях или выбрать несколько деталей и щелкнуть «Добавить заказ». Напоминаю, что здесь несколько вариантов и несколько правильных ответов. Спасибо. 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 feathers. Я приостановлю голосование. Покажу вам результаты. И, как видно, большинство из вас опять ответили на все вопросы правильно. Верным ответом считается, что дважды нужно щелкнуть на выноску на иллюстрации, также заказать, если еще щелкнуть, как не информация о детали, и также правильно выбрать несколько деталей и щелкнуть, добавить заказ. Вы видите, особенно два нижних были верны. Щелкнуть флажок в окне с результатами поиска, это, как я уже показывал, только для внесения и сохранения примечаний. Так что этот ответ, к сожалению, неверный. Теперь я хочу показать вам еще, вот, к отделу с работой с иллюстрациями, небольшую подсказку. Это, думаю, очень пригодится, и о ней нигде ничто не сказано. Так что рекомендую вам сразу же где-нибудь себе это отметить, как это работает. Смотрите, если я нажимаю, когда у меня отображается иллюстрация на Ctrl, и доверю на тестатуре, на клавиатуре стрелки влево или вправо, посмотрите, что происходит. У меня появляется, как в старом микрофише, лента, в которой я могу теперь мышкой навигировать с отсека в другой отдел, смотреть вверху написание, в каком отделе я, например, нахожу. Я также могу и мышкой навигировать разные разделы, и после того, как я, например, перепрыгнул туда, просто, например, нажать на ввод и оказаться там. Еще раз повторю, как эта функция работает. Она работает через нажатие кнопки на тестатуре Ctrl и стрелки влево или вправо. Это на ваш выбор. Хорошо? Ну, тогда этим самым мы раздел с работы с иллюстрациями закончим, и теперь я вам покажу, как работать в отделе заказов. То есть в экране заказов, со списком заказов, как оформлять заказы. Для этого вам нужно просто перейти теперь из окошка деталей, где вы выбирали автомобиль и где вы искали необходимые детали, в отдел заказов. Это происходит, если вы нажмете просто мышкой на заказы. И все, что я вам во время демонстрации показывал и заказывал, особенно оно у меня отображается сейчас в моем списке заказов. Сразу хочу вам порекомендовать у себя один раз в вашем браузере настроить не все необходимые размеры всех этих колонок. Вы видите, что иногда, например, колонка с описаниями слишком маленькая, там колонка, например, с иной, она слишком большая. Если вы хотите что-то исправить, вы просто мышкой наводите на колонку, подтяните ее, у вас, соответственно, изменится размер и так далее. И вы можете уже, соответственно, видеть всю полную информацию, вам не нужно там прокручивать налево-направо, чтобы, например, посмотреть в конечном итоге, что не хватает. Окей? Ладно, теперь подробнее о всех вот этих возможностях в окне, в экране заказов. Вы видите, у меня также есть возможность здесь поменять, опять же, количество. Потому что это окошко как бы остается открытым, чтобы вам сразу было легко поменять его, изменить. Если что-то, например, вы случайно два раза заказали, или какая-то строка вам больше не нужна, например, как болт, я нажимаю просто на удалить элемент на крестик. Сейчас вам покажу. Видите, я выбираю ренчеровый блок, болт, нажимаю на крестик. Он мне спрашивает, вы хотите удалить элемент, чтобы это не произошло как бы случайно. Дает вам об этом знать. Я говорю, да, я действительно хочу элемент удалить. У меня, соответственно, эта строка исчезает. Если я хочу поменять последовательность местами, особенно, знаете, когда клиент ваш или там мастерская пересылает вам заказ, и они тоже иногда им удобно в той же самой последовательности иметь оформленный заказ, то вы, соответственно, можете также все расставить по местам. Это происходит следующим образом. Вы мышкой нажимаете на ту строку, которую вы хотите подтянуть наверх или отпустить вниз, и тянете ее просто на то место, где вам удобно, чтобы она стояла. Все достаточно просто. Например, я хочу сейчас, чтобы у меня зажим стоял самый первый. Я его беру, тяну на самый верх, отпускаю. У меня появляется зажим сейчас на самом первом месте. Теперь у вас также, я это сделать не буду, если я хочу посмотреть, же опять убедиться, окей, была ли это та деталь или нет. Нажимать просто на камеру, посмотреть детальное изображение, у вас, соответственно, перепрыгнет опять в отдел деталей, где на иллюстрации текст покажет, окей, вот она эта деталь и так далее. Так что можете попробовать сделать это у себя сами. Так что до этого и стоит возле каждого описания вашего списка заказов возможность удалить или посмотреть еще раз. Окей. В правом углу вы видите, у меня есть возможность поменять уровни цен. Кстати, они идут, наверное, от дистрибьютора самого, который уже предоставляет вам, скажем, дилерские цены, розничные цены. У вас есть возможность, конечно, при вашем профиле, там, скажем, создать свои уровни или нет, да, но в этом случае, например, я выбираю розничную цену, я выбираю там тип заказа, что это у меня, это у меня сейчас просто расценка для клиента или я уже, например, оформляю счет и так далее. Да, я оставлю это в функции как бы расценки. То, что вы видите здесь, это можно также сделать. Теперь, допустим, такой случай, который часто происходит, особенно в дилерских центрах, вы работаете с этим списком, много информации, много строк, и тут звонит телефон, и кто-то хочет, например, узнать, а сколько же стоит деталь там на Range Rover, Sport и так далее, что вам нужно сейчас перейти и как бы, может быть, даже и оформить теперь вот этот маленький заказ для кого-то, кто сейчас находится на телефоне. Для этого здесь есть возможность взять и сохранить старый заказ. Вы нажимаете внизу на кнопку «Сохранить». Он мне говорит, окей, если я клиента не подтянул по своей дилерской системе, я могу мануально задать фамилию, номер учетной записи, ссылочный номер, это, например, номер счета и так далее. Кстати, я хотел обратить еще внимание на то, что вся информация о клиенте можно подробно еще и занести ее здесь, включая и электронный адрес, по которому можно будет, например, отправлять изображение или расценки, что вам удобно. Но иногда это просто удобнее, что если вы передадите из вашей дилерской системы, эту информацию автоматически уже будет подгружаться здесь. Я вернусь назад. Как уже и говорил, задал здесь фамилию клиента, чтобы теперь под этим именем меня сохранить на сегодня этот заказ и перейти в другой отдел и посмотреть же цену для другого клиента. Вы видите, я нажал кнопку на сохранить. После этого у меня мой список очищается. Это значит, теперь я готов работать сейчас с другой информацией. Я перейду опять же в отдел деталей, выберу нужный автомобиль, нужную деталь, скажу, сколько ему стоит. Если надо, я ему перешлю или оформлю, что нужно. После этого я теперь хочу продолжить работу с моим предыдущим клиентом, нажимаю в правом углу на стрелочку «Развернуть панель», потому что вы видите, все вот эти стрелки для этого и нужны, чтобы сворачивать и разворачивать какие-либо панели. Хотел посмотреть мои сохраненные заказы. Попробуем делать еще следующим образом. Я себе задам несколько деталей, с которыми я попробую. Так, у меня, наверное, небольшая ошибка в связи с моими разными шрифтами, которые я использую, потому что я переключаюсь все время с английской тестатурой на русскую. Ваш проказ сохранен. Да, вот, извиняюсь, у меня была небольшая задержка, вы видите, только сейчас он мне показал мои два заказа, я из-за этого уже попытался написать на английском языке ту же самую фамилию клиента, скажем так. Окей, вернемся к сейчас сохраненным заказам, то, что я вам говорил до этого, развернуть или свернуть панель. Теперь я хочу, как бы, опять же, загрузить себе этот заказ. Если я два раза, например, мышкой нажму на эту строку, то вы видите, у меня появится опять вся же та информация. У меня есть теперь возможность или доработать этот список до конца, оформить, что было необходимо, или же, например, оставить его в памяти, сказать окей, я сделаю это дальше, сказать окей, эта работа закрыта, завершена. Если вы хотите очистить список, чтобы он остался, то вы просто нажимаете на кнопку очистить список. Так что просто обратите внимание на это очень внимательно, чтобы не было таких ошибок, что вы нечаянно нажали удалить, и он вообще полностью исчезнет. Так что лучше чаще использовать, которые я до этого. Видите, он у меня исчезает. Окей, и теперь если я нажимаю на кнопку удалить, он говорит, действительно удалить заказ, еще раз проверяет. Список исчез, к сожалению, если я слишком быстро нажал, чтобы не увидел пополнительное окошко, которое предупреждает. Правильно ли, окей, я вернусь опять же, нам еще пару будет найти методом по описанию, методом использования номер запчасти и так далее. А у вас еще есть что-то на складе, что, например, не числится в самом каталоге, или вы хотите продать какую-нибудь принадлежность и так далее, что у вас для этого случая есть возможность ввести детали в свободной форме. Вы видите, кнопка посередине, рядом со списком заказов, вот детали в свободной форме. Окей, вы выбираете там тип деталь, задаете какой-либо номер, если он у вас действительно числится, если там количество не нужно менять, то цена, например, вы там торговали с клиентом, скажем так, 2000 рублей, да, и, например, 2000 евро, я думаю, поменьше, скажем так, 120, так как у меня еще на сих пор евро стоит, 120 евро. Если, допустим, это будет лыжный костюм там с эмблемой Лентрова, да, я добавляю вот заказ, и этим образом, видите, он у меня появляется еще в самом верху, что я сам сейчас мануально сюда занес. Конечно, камеры рядом нет, потому что его нету в каталоге, но это просто еще раз показывает, что есть возможность еще мануально дополнять свою информацию в этот список заказов. Также, если же вы перешли сейчас назад в отдел с деталями, выбрали для клиента совсем другой автомобиль, да, я вам покажу просто принцип функции группирования, да, я выберу какую деталь, которая не соответствует с этим автомобилем, который у меня был до этого. Я сейчас зашел, выбрал Range Rover, совсем другой автомобиль, а не Evoque, выбрал мне нужную деталь. И теперь вы видите, что да, у меня есть несколько категорий в моем списке заказов. У меня есть автомобиль, который был до этого, Range Rover Evoque, у меня есть мой лыжный костюм, который я мануально задал, и у меня есть вообще теперь Range Rover Sport, да. Как мне теперь видеть эту информацию, чтобы не допустить каких-либо ошибок? Вот как раз для этого случая существует функция и кнопка группировать. Если я нажимаю, то вы видите, соответственно, он у меня делит мой список заказов на несколько секций, то есть он создает секцию Range Rover Sport, которую я быстро за этого выбрал. Он оставляет мой основной заказ для Range Rover Evoque, и ниже, наверное, в самом низу будет моя мануально вставленная строка, это мой лыжный костюм, который я ввел до этого. Если же я опять хочу что-то стереть, как я уже говорил, вы нажимаете там на крестик и так далее, но эта функция иногда помогает вам не путаться. Вы можете ее также сворачивать, если вы нажали просто на стрелочку, и тогда все, что вы, например, выполнили до этого, свернутого, и вы можете сконцентрироваться совсем на другом отделе, который вы, например, еще обрабатываете, там, сверяете и так далее. Теперь хотел еще раз обратить ваше внимание на такие функции, как отправить по электронной почте или отпечатать. Мы уже рассматривали это, когда работали с иллюстрацией. Он у меня сейчас, например, перекинет это, например, в PDF-файле. Также я могу отправить весь мой список заказов, как расценка, например, клиенту по электронной почте. Что еще интересно, я думаю, это будет актуально для тех, и, насколько я знаю, в России сейчас будет внедряться также система edX, за это перенестись, чтобы мануально не задавать все эти запчасти, а уже просто прямым методом передать эту систему edX и посмотреть наличие там, это нажав просто на кнопку edX. Или же, как я уже вам говорил, у вас есть возможность теперь весь вот этот список, и чтобы не тратить время вручную где-то это все копировать или печатать вручную, да. Вы можете просто нажать на кнопку передать, и у вас этот весь список с данными клиента перепрыгнет и будет передан в дилерскую систему DNS. Эту кнопку, кстати, передать вы видите в верхнем углу рядом с окном быстрой навигации справа. Если вы нажимаете на передать, то, соответственно, всегда ваш список заказов, который на данный момент существует, он будет перенесен в вашу дилерскую систему DNS. Окей? Тогда я думаю, по этому отделу я вам тоже все самое основное показал. Разрешите тогда задать вам на сегодня самый последний вопрос, и как раз достаточно свежий, потому что я это показал вам в самом конце, так что надеюсь, сейчас стопроцентно все на него ответят правильно. К тому же, обратите внимание, что здесь опять несколько правильных ответов. Окей? Я читаю его вслух. Как можно передать детали в DNS? Это через кнопку передать верхней части экрана, через кнопку передать списки заказов, через значок камеры списки заказов или через значок передачи в окне с данными о деталях. Окей? Выберите нужный ответ и нажмите на «Садмин», пожалуйста. access. Продолжение следует... zip там Я вижу, что большинство отдало свои голоса. Сейчас посмотрим результаты. Как я ожидал, наверное, все ответы были в какой-то мере правильные. Значок камеры в списке заказов никто не нажал. Это уже очень хорошо. Значит, все поняли функцию, как передавать детали в дилерскую систему. Правильно? Да, стопроцентно. Как передавать? Кнопка передачи в верхней части экрана. Также правильно кнопка передачи в списке заказов и также верно значок передачи в окне с данными о детали, которые я вам показывал до этого. Так что это очень хороший результат. Теперь давайте я вам покажу, где можно посмотреть всю информацию по самому каталогу. И все подсказки, если вы будете тренироваться или ознакомляться с MicroCAD Live. Мы добавили очень много ресурсов, особенно на русском языке, потому что я знаю, что раньше это было не так. И хотел вам сразу продемонстрировать первым шагом, как ведутся некоторые настройки, а вторым уже покажу, где находится информация, ресурсы, руководство, инструкции и так далее. Так что я сейчас вернусь в окно, в котором я находился до этого. То есть выберу мой Range Rover Evoque, найду мой отдел с капотом, оставлю его открытым и продемонстрирую вам, как ведутся основные настройки. Это значит, если вы нажмете в верхнем правом углу на настройки, подожду пока изображение будет вам видно. Вы видите, у меня здесь есть возможность выбирать разные уровни настроек. Я начну с общих настроек. Нажимаю на общие настройки, и у меня выпрыгивает окошко, где я могу уже сделать такие основные указания. Например, я могу выбрать формат отображения цены. В моем случае, как вы видели, когда я работал с расценками, я выбрал розничные цены. Я могу также вообще сказать, я хочу скрыть цену, чтобы, если там действительно экран стоит рядом с клиентами, что они могут заглядывать, то вы можете ее скрыть уже после, сказать им, сколько это будет стоить. Могу указать, показывать корректировки, показывать налоги или показывать прибыль. Это на ваше усмотрение. Для электронной почты можете задать верхний колонн титул, нижний колонн титул. То, что я вам уже показывал до этого, думаю, удобная функция – это отображать или скрывать неприменимые детали. Так что, кто любит работать с этой информацией, просто поставить галочку здесь. Видите, она находится в правом углу верхнем. Что касается персональных настроек, это особенно я уже получал, кстати, вчера. В последний раз спрашивали, как же поменять язык, потому что я знаю, что иногда при активации доступа было что-то недосмотрено. Например, стоит английский язык для описания деталей и так далее. Это можно очень просто поменять в этом отделе. Также, как я вам показывал в колонке оси, что мне предупреждают об обновлении при оформлении заказа. Вы можете оставить галочку здесь или убрать ее. Если вы видели у меня там серийный цвет, если я заказал, зеленый рамка, если я выбираю деталь, которая еще не заказана. Или в списке зеленый цвет, это стандартная запчасть. Нестандартная запчасть отображается голубым цветом. Если вам удобно работать уже, скажем, как вы работали до этого с другими цветами, вы можете это все у себя мануально настроить. Подстроить его под себя так, и, соответственно, это останется уже навсегда, как только вы будете заходить в каталог Микрокат под вашим именем. Если вы будете скучать по звуку заказа, который был раньше в Микрокате, вы можете его также указать здесь, поставить галочку. И при заказе вам будет также еще и аудиотон, который будет говорить, окей, сейчас я нажал, сейчас я два раза нажал на деталь, заказ произошел. Это иногда помогает избегать ошибок. Если вы хотите убрать гиперобъект в данном случае, это как раз вот эта рамочка зеленая, вы видите на заднем фоне, если я нажал на кнопку, у меня исчезла эта зеленая рамочка вокруг детали. Но в моем, как я на это смотрю, это очень удобная функция, так что я тоже рекомендую ее просто оставить. И особенно для начала рекомендую также оставить отображение подсказок на экране. Это я вам уже демонстрировал. Если вы, например, наводите ваш курсор мышки на букву там И, вам уже сразу выпрыгивает такое окошечко, которое говорит, окей, что это. Вы видите, особенно для быстрой навигации, тут это подсказки, как нужно забивать последние 8 символов и как нужно вводить код товара, чтобы непосредственно перейти на секцию. Если вам когда-то уже станет это мешать, то я, как уже вам и говорил, до этого вы просто поставьте галочку или уберите ее, тогда эти подсказки уже будут отсутствовать у вас в вашем каталоге. Хорошо? Теперь самое, думаю, главное, это все, что я вам сегодня показал. Вы можете также сами посмотреть, потренироваться и все это можно найти в отделе «Справка». Вы видите, в отделе «Справка» у нас особенно то, что подробно описано и то, что я вам сегодня показывал, это можно найти в отсеке «Файлы справки». Если вы на их нажимаете, там как раз все четко, шаг за шагом, отдел за отделом еще раз объясняется, как, например, производится поиск, как происходит поиск деталей или оформление заказа. Просто посмотрите, очень коротко, очень удобно и просто все это еще раз описано. Для повторения, думаю, если вы хотите или забыли что-то, просто загляните туда. Если вы хотите просто посмотреть краткое руководство, для себя освежить память, нажимаете просто на краткое руководство. Что я вам хочу в любом случае порекомендовать, это краткое описание основных возможностей. Это значит, там будет четко вам показано, какие функции, какая кнопочка, что значит. Так что откройте ее для себя, если нужно, необходимо будет печатать для себя пару картинок на листах, чтобы они были перед вами, если вы только будете начинать работать с самим MicroCat Live. Также, вы видите, у нас здесь есть возможность, если вы нашли какую-то ошибку в самом каталоге, допустим, деталь неверная, и вы хотите, чтобы в следующем обновлении, или как быстро она была исправлена, то вы нажимаете отправить отзыв. Он, соответственно, забивает туда информацию того отдела, в котором вы в данный момент находите. Вы выбираете что-то, например, неверное описание, неверное изображение, можете добавить какой-то комментарий и просто отправить нам. Из-за чего удобно вот этот модус работы в интернете и модус работы в онлайн, что вы можете интерактивно сообщать нам об ошибках, мы можем непосредственно и быстро реагировать, и уже в следующий раз, это длится достаточно быстро, уже такие ошибки будут исправлены. И как было раньше, что вам нужно ждать, пока придет новый диск, пока вы у себя его установите, это уже происходить больше не будет, потому что теперь это не требует никакой инсталляции, данные будут всегда актуализироваться на заднем фоне, так что прошу вас почаще использовать эту функцию, потому что тем самым мы приведем с вами каталог такой нормы, где все будет работать гладко и четко. Окей. Также, если вам нужна информация о поддержке клиентов, я видел для России, здесь задан адрес электронной почты Land Rover Customer Support. Окей. Так что просто посмотрите в эти отделы настройки, в отделы справки, посмотрите, сравните информацию, которая находится там, и что вы уже, например, знаете. Это в любом случае очень хорошая подсказка для вас. Окей. Хорошо, тогда я перейду к нашей презентации.